Теорема Вареньона Теорема Вареньона Теорема Вареньона Другая диагональ B делит и другие перефекты. Понял? Так, между прочим, вовсе не обязательно четырехугольник выпускает. Посмотрите, пожалуйста, вот на такую картинку. Замерско может быть, что четырехугольник будет не такой. Не выпускает. Тогда, смотрите, вот у него есть диагональ. Некоторая диагональ длины A. Вот этот отрезок – это АППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП Ну, здесь А то, потому что средняя линия такого другого. Эти отрезки оба параллельны этому, значит, они будут собой параллельны. Точно так же, вот этот отрезок и этот, это половинки вот этого. Соответственно, если это, значит, длину В, то здесь будут В пополам и В пополам. То есть теорема вареньона верна не только для выпукновочек треугольника, но и для выпуктов. Между прочим, у нее есть роскошное продолжение. Площадь вот этого вот параллелограммного региона, давайте подумаем, какую часть площади всего четырехугольника составляет. Вот посмотрите, пожалуйста. Как Вы считаете, этот треугольник какую составляет часть площади от этого? Четверть. Четверть. Все понимают, почему четверть? Потому что когда есть произвольный треугольник, а у него мы взяли в средние линии, то он разбился на сколько частей их на круг? На сколько вы брали этих частей и режут в средние линии треугольник? На четыре. Значит, площадь каждой из них равна чему? Четвертой части, да? Отлично. А если мы смотрим на этот треугольник, какую сторону он составляет от этого? Четвертой. Тоже одну четвертой. Тоже одну четвертой. Согласны? Да. Значит, вот эти две заштрихованные части от всего четырехугольников составляют тоже одну четвертую. Потому что здесь такое правило. То есть вот эта площадь какая-то лична Х, а эта площадь какая-то Игрек, то четвертая часть Х плюс четвертая часть Игрек – это что? Это четвертая часть суммы Икси. Отлично. Это четвертая часть. А теперь, господа, проработаем вот так линию и смотрим на вот этот треугольник. Какую часть вот составляет от этого площадь четвертой? Четвертой. А этот? Четвертой. Четвертой. Значит, они вдвоем от всего какую часть? Одну четвертую. Четвертой. А четверть и четверть? Половину. Половину. Ребята, это половина площади. Половина. Между прочим, если внимательно посмотрите сюда, то и вверх будет ровно такую. Давайте я заштрихую. Вот этот треугольник – это четверть площади этого. Теугольник. Этот треугольник. Это четверть площади этого. Соответственно, вместе они составляют четверть площади этого негативного треугольника. Немножко хуже обстоят дела вот здесь. Что мы с вами должны сейчас сказать? Мы должны сказать, что вот эта площадь составляет четверть от вот этой. четверть от всего этого. Вопрос – ну и что? Ответ, господа. от того, что площадь нашего треугольника – это разность площадей большого треугольника и вот этого треугольника. Уже не сумма, а разность. Соответственно, если вы посмотрите, как получается параллелограмма региона, то смотрите, что нужно сделать. Если вы хотите найти площадь параллелограмма региона, то нужно взять площадь всего нашего четырехугольника, вычесть из нее вот эту, вычесть вот эту и прибавить вот это. Только тогда получается то, что здесь выходит из предела штреугольника. Соответственно, если нужно вычитать это и прибавлять это, то на самом деле вам важно, что разность вот этих площадей – это как раз и есть четвертушка от площади. Четырехугольника. Сейчас прозвучало показательство двух фактов. Сначала я разобрался с выпуклой. Там, мне кажется, все было легко. Там мы говорили, что четвертушка от одного треугольника, четвертушка от другого. Складывая, получается, четвертушка от всего четырех треугольника. И про другие инфа – то же самое. Четверт, четвертушка от всего четверт. А четверт плюс четвертушка – одна вторая. Для невыпуклого картинка более хитная. Т.е. приходится говорить там не только про сумму, но и про разность. Смотрите. Продолжение следует. Продолжение следует...